В нескольких программах нам с вами уже встречались строки и комментарии. Однако давайте остановимся на них чуть-чуть подробнее. Строки в Python это просто последовательность символов. Символы могут быть абсолютно произвольными. Буквы, большие, маленькие, латинские, русские, цифры, пробелы, переводы строк, все что угодно. Есть несколько способов записать строку. Первый способ это использовать одинарные кавычки. В первой строчке мы вставим одинарную кавычку, пишем строку и в конце строки ставим еще одну одинарную кавычку для того, чтобы показать то, что у нас строка закончилась. Можно использовать символ двойная кавычка. Вот здесь вот символ это не две одинарные кавычки, а именно один символ двойная кавычка. Между использованием одинарных и двойных кавычек никакой принципиальной разницы нет. Можно использовать и так, и так. Если нам хочется создать строку, которая будет большой и будет написана физически на нескольких строках в вашей программе, то тогда можно использовать символ три кавычки. Это три одинарные кавычки. И дальше у вас идет некий текст, могут быть переводы строк. В том месте, где вы поставите три кавычки еще раз, это будет конец вашей длинной строки. Можно также использовать в качестве вот этих вот тройных кавычек двойную кавычку. То есть здесь вот используется в четвертом примере три двойных кавычки. Опять же идет длинная строка с переводом строк. И в конце снова три двойные кавычки. К строкам можно применять некоторые стандартные операции. Строки можно складывать. При этом, когда мы складываем две строчки, то результатом получается одна строка, где эти две строки конкатенируются. Конкатенируются, значит, что мы просто к первой строчке приписываем вторую строку без всяких дополнительных символов. В результате у нас получается одна строка. Строку можно умножать на целое число. Работает это следующим образом. Если мы умножаем, скажем, на три, то в результате получаем нашу строку, записанную три раза. То есть в общем случае умножаем на k и мы получаем в результате строку, которая будет в k раз длинней и k раз содержать исходную строку. Есть полезная функция len, которой можно передать строку, которая возвращает количество символов в этой строчке. То есть здесь у нас a, b, c, d, e, f. Это шесть символов. Вот он результат. Результат – целое число. Строки можно сравнивать. Сравнивать можно на равенство. Две строчки равны, если в них все символы по порядку равны. При этом вот в этом примере я использую разные кавычки. От того, какой тип кавычек мы используем, результат не меняется. То есть эти две строчки действительно равны. Результат сравнения будет true. Строки можно также сравнивать на больше-меньше. При этом одна строчка считается меньше, чем другая, если она лексикографически идет раньше. Лексикографический порядок строк – это такой порядок строк, в котором строки представлены, например, в орфографическом словаре. Когда у нас идут сначала все слова, начинающиеся на букву а, при этом сначала и среди тех слов, которые начинаются на букву а, идут те, у которых вторая буква раньше и так далее. То есть, другими словами, когда мы сравниваем две строки на больше-меньше, как мы производим сравнение? Сначала сравнивать с первым символом. Если первые символы одинаковые, переходим к следующему символу. Как только мы нашли два неравных символа, то тот символ, который меньше, та строка и будет меньше. Если получилось так, что одна строчка, вот мы сравнивали первые символы, сравнивали вторые символы, и в какой-то момент одна строчка закончилась, а другая нет, то тогда считается меньше та строка, у которой меньше символов. То есть, в данном случае, в третьем примере, строчка АВ, она меньше, чем строчка АВС. Полезно знать, что есть специальный символ перевода строк. Он обозначается slashn, и в принципе мы его можем использовать в рамках какой-нибудь строки. То есть, мы пишем нашу строчку какую-нибудь, line, slashn, line. Это такая строка, которая, если мы ее выведем, то она будет выведена на двух разных строках. Вот еще один пример здесь приведен. Мы выводим первую строку, выводим slashn, 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 вводим еще одну строку. То есть, передали функции print три параметра. Какой будет результат? Сначала будет выведена первая строка, потом slashn, это фактически перевод строки, потом еще один перевод строки. И еще один перевод строки. Дальше выводится третий аргумент, последняя строчка. То есть, здесь у нас будет суммарно первая строка, две пустые строчки, и, наконец, на четвертой строчке будет последняя строка. Иногда в программе полезно писать комментарии. Есть однострочные комментарии, которые обозначаются, которые начинаются с помощью символа решеточка. И далее может идти любой текст. Комментарий — это такой текст, который никаким образом не влияет на работу программы. Он пишется для того, чтобы людям было проще понять, что происходит в программе. Например, мы можем написать какую-нибудь операцию и в комментарии указать, что в этой команды мы переменную x записываем число 5. Мы также можем использовать многострочные комментарии. И фактически в Python многострочные комментарии — это просто строки. Мы можем использовать три одинарные кавычки или три двойные кавычки. Продолжение следует...